В США все-таки настал день Икс. В стране приостановлена работа правительства, прекращено финансирование всех федеральных госучреждений. Все из-за того, что к началу нового финансового года в Америке, это 1 октября, государственный бюджет принять так и не удалось. Администрация президента и республиканская оппозиция в Конгрессе не сумели достичь компромисса. Камнем преткновения стала реформа здравоохранения от Обамы. Это одно из его ключевых предвыборных обещаний. Республиканцы потребовали отложить ее реализацию на год, но демократы не согласились и несколько часов назад Сенат отклонил поправки. Президент выступил с телевизионным обращением к нации, в первую очередь к тем, кто сейчас потеряет работу, а это 800 тысяч госслужащих. Работа НАСА будет почти полностью приостановлена и только Центр управления полетами останется открытым для поддержки астронавтов, которые работают на Международной космической станции. Будут закрыты национальные парки и монументы, в том числе Статуя Свободы. Пострадают обслуживающие их частные компании и туристы. Экономике страны будет нанесен удар в тот самый момент, когда она начинает восстанавливаться. Я продолжу работать с Конгрессом, чтобы вернуть всех вас на работу как можно скорее. Новые условия не затронут только те министерства и ведомства, которые отвечают за национальную безопасность и внешнеполитическую деятельность. Президент подписал закон, который гарантирует выплату жалования военнослужащим в любом случае. И это единственная ложка меда в этой бочке дегтя. Десятки тысяч гражданских служащих Пентагона отправят в неоплачиваемые отпуска. Десятки тысяч гражданских служащих Пентагона.